Ты один здесь? Что ты делаешь, Дарья Никола-Джуна-Бля? Итак, здравы будьте, дорогие друзья! Сегодня мы переведем труды канала Spark, которые исследуют феномен звука. Звук способен очаровывать, раздражать и даже изменять ход истории. Sonic Magic раскрывает историческую силу и многообещающий потенциал звука, а также странный феномен под названием кематика, создавший новую научную загадку. Эти ребята исследуют, как звук повлиял на нашу историю, знакомят нас с областями акустической экологии, а также исследовательскими лабораториями, где звук устраняет раковые опухоли и многое другое. Этой воде сказали спасибо. Извини. Ты мне противен. Звук обладает своего рода магией. Некоторые существа видят с помощью звука, как и некоторые слепые люди. Некоторые места могут быть сформированы и спроектированы для усиления прекрасной музыкальной зоны. Звуки могут изменить даже вкус пищи. Звук может сжигать опухоли. И скоро сможет излечить даже болезнь Альцгеймера. А некоторые звуковые волны даже могут заставить парить в воздухе объекты. Субтитры создавал DimaTorzok Тайны звука становятся в центре внимания, как никогда ранее. Посмотрите на эту божественную геометрию. Когда люди пытаются объяснить, что же такое звук, они часто сравнивают его с рябью на пруду. Серия бегущих волн сжатия, расходящихся от источников. Мы можем построить график звука. Мы можем измерить уровень звука. Мы можем записать интенсивность звука. Но реальная звуковая картина более сложна. Звуковые эффекты имеют удивительное значение. Это тайна, которая открыта недавно. Углубленная кематика – это наука о видимом звуке. Посмотрите. На данном видео металлическая пластина, которую мы посыпаем песком. У этой структуры совершенно бесформенный вид. Другими словами, нет никакого узора. Вообще. Тогда мы берем смычок от скрипки и вводим им по тарелке. Вы видите, как на пластинке появляется красивая звезда? Теперь этот узор, сформированный звуком, стал видимым. И это своего рода волшебство. И теперь давайте посмотрим, что происходит, когда мы воздействуем на пластинку, заставляя ее вибрировать от электронного пианино. Результат не настолько пригляден. Джон Стюарт Рид из Казика, Англия, является соавтором нового инструмента, называемого цимоскопом. Он преобразует звук в трехмерные геометрические изображения в воде. Благодаря этому устройству мы можем наблюдать, как звук сжимает молекулы воды под поверхностью. И фактически создает своего рода эффект линзы, позволяющий свету отражаться от этих поверхностных структур. Таким образом наглядно видно, как в центре формируется узор. И если я вставлю палец, я полностью его дисгармонизирую, таким образом нарушая картину. Узор, он превратился в хаос. И если я уберу палец, Узор начинает вновь возвращаться к эталону. Это удивительно, не так ли? У нас есть красивая песня про горбатого кита. Так вот, часть этой геометрии, которую мы видим, невероятно красива. И когда мы созерцаем через другой объектив, увеличивая изображение, мы видим, как много форм напоминающих ранние формы жизни в океане. Кемоскоп когда-нибудь может помочь нам определить, является ли это просто захватывающим совпадением или эволюцией. Звук эволюционной биологии превратился в первичную систему сигнализации, потому как мы можем услышать опасность и еще до того, как мы ее увидим, как множество животных, у которых есть слух, позволяющий опасность избежать. Звук служит своего рода всенаправляющим монитором для вещей, которые происходят в окружающей среде. Звук – это чувство, которое никогда не спит. Мозг слышит даже во сне. Если вы спите, вас не разбудит большинство звуков. Но, допустим, вы настроены на плач ребенка, который разбудит вас, потому что ваш мозг понял, что это важно для вас. В таком случае плач пройдет даже через любую вашу защиту, чтобы держать вас во сне на чеку. Но иногда звук вытворяет с мозгом трюки, прыгая в голове, вызывая эхо и превращая слова в кашу. Мистер Кокс, делясь своим опытом, говорит, Зарабатывая на жизнь, я получил степень по физике, при том, что всегда был музыкантом. В этом творческом соите я нашел способ совместить мой интерес к музыке и физике воедино. Мистер Кокс записывает звук в художественных пространствах с помощью устройства, которое имитирует человеческий слух. Я просто погрузился всем своим сознанием в удивительную игру, где архитектура преобразовывает музыку, улучшает и украшает ее. Моя задача не только сделать музыку красивой, но и голос, используя всю его палитру возможности общаться. Здесь у нас, в Англии. Кокс объясняет проблемы со слухом, вызванные ревербизацией. Когда я говорю в здании, вы просто получаете звук прямо от моего голоса. Вы получаете отражение от пола, стен, потолка, и каждое отражение достигает ушей в разное время, что усиливает мой голос. И это одна из причин, по которой очень легко спроецировать свой голос в этом пространстве таким образом. Но это не очень хорошо для речи, потому что слова начинают натыкаться друг на друга, задерживаются, смешиваются со следующими. Это делает речь немного неразборчивой. Чтобы услышать этот пример, отправляйтесь в Пизу, Италия, где есть вторая, менее известная башня, называемая Баптистерием Святого Иоанна. Здесь оперные певцы демонстрируют замечательную акустику, напевая ноты, которые задерживаются очень долго в воздухе. Певец может гармонизировать сам с собой. Каждая нота длится полных 9 секунд. Хорошая акустика – это больше, чем просто развлечение. Если, например, объявления на вокзале искажены, пассажиры могут пропустить больше, чем свой экспресс. Начинается подкатка на фирменный поезд номер 71 с сообщением Екатеринбург, Санкт-Петербург, отправлением. Вы знаете, если речь идет о ситуации жизни или смерти, если кого-то эвакуируют, потому что есть предупреждение о пожаре или, скажем, бомбе, тогда правильная организация акустики в помещении – это больше, чем просто слышать объявления. Инженеры акустики в студии Манчестера могут избавиться от грязной речи благодаря компьютерному моделированию помещения, правильного простраивания звуковой системы и акустики здания. О чем они говорят? Мы можем использовать гораздо более направленный громкоговоритель, предназначенный для пассажиров вдали от всех отражающих поверхностей в комнате. Если мы добавим некоторые звукопоглощающие детали, в этом случае его элементы будут по всей верхней части конструкции. Надеюсь, благодаря этому будет намного лучше разборчивость. Для проекта дизайна помещений, театра или концертного зала комфортных зон для лучшего звучания, эта лаборатория дает возможность услышать, как будет звучать их здание, прежде чем она будет построена, сравнивая его с одной из лучших акустических систем в мире. Я вас отведу в Бостонский симфонический зал в США. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok